МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу в эфире программа «События» в студии Марины Николаева. Энергоснабжение в Беженском районе Брянска нарушенное из-за пожара на подстанции полностью восстановлено. Без света несколько часов находились 135 домов, в которых живет более 11 тысяч человек. Хроника ЧП в нашем обзоре. Накануне во время грозы в Беженском районе был поврежден силовой трансформатор подстанции Сталилитейная, вследствие чего было нарушено электроснабжение потребителей. Подстанция была отключена для безопасного проведения работ. На энергообъекте работали пожарные расчеты регионального МЧС и ремонтно-восстановительные бригады Брянскэнерго. По данным брянского филиала МРСК, в зону отключения попали 11 тысяч 300 человек. Это 135 жилых домов, 14 социально значимых и 8 промышленных объектов. Первое прибыльшее подразделение через 3 минуты подтвердило возгорание на данном объекте, объявило повышенный ранг пожара. Прибытие подразделения была проведена разведка и оценка обстановки. После получения допуска от электрика была проведена подача 6-ти стволов на тушение ассорбатного подстанции, защиту административного здания, рядом находясь ассорбатом. Задачи выполнены, ущерб минимальный. Во второй половине дня, 17 июля, по Брянской области прошел грозовой фронт. Частичное отключение электроэнергии произошло не только в Бежицком районе, но также в Погарском и Карачевском. Рухнули 23 дерева, в том числе в Брянске 14. При их падении было повреждено два автомобиля. Погибших и пострадавших нет. Александр Новиков, События, Брянск. Полтора месяца осталось до начала учебного года. Сейчас во все школы региона идет поставка учебников. На новые образовательные стандарты переводят восьмые классы. Также новые учебные пособия, к ним и рабочие тетради, по основным предметам, чего не было раньше, получат и первоклассники. Непростой и дорогостоящий переход всех школ на новые государственные образовательные стандарты в Брянской области начался в 2011-м. Заменить разом учебники во всех классах, а также подтянуть до необходимого уровня материально-техническую базу невозможно. Работа ведется поэтапно. Наконец, выросла сумма, которую в год выделяют на каждого ученика. Теперь норматив 400 рублей. У нас очень давно не индексировалась сумма на приобретение учебников и учебных расходов. Мы были очень рады тому, что такое решение губернаторам было принято. Сейчас в регионе на новые образовательные стандарты переводят восьмые классы. Для этого из областного бюджета дополнительно к нормативу выделили 158 миллионов рублей. Сумма почти в два раза больше, чем в прошлом году. Александр и Вероника из седьмой гимназии помогают библиотекарю. Распаковывают коробки и ставят печати на тех учебниках, которые уже через полтора месяца окажутся в их же рюкзаках. Рядом, на соседнем столе, комплекты для первоклассников. Нам удалось закупить учебники не только для параллели восьмых классов, которые переходят на эти новые стандарты, но и для наших первоклассников, потому что уже прошло семь лет, учебники, естественно, истрепались, и было принято решение обновить учебную литературу и для них. Помимо новых учебников, дожидается первоклашек и их родителей еще один подарок. Это рабочие тетради, которые идут в комплекте к учебным пособиям. Основная теоретическая часть, конечно, заключена в учебнике, а тренировочные упражнения, они находятся в рабочей тетради. Вариантов было два. Либо можно было обращаться с просьбой к родителям при их возможности покупать эти учебники, либо учитель распечатывал эти учебники каждому уроку. В этом году, первый раз, и, естественно, мы этому очень рады, мы получили полные комплекты учебников. Мы получили учебник и рабочую тетрадь. Это не единичная акция, заверили в региональном департаменте образования и науки. Через год укомплектуют вторые классы. Дети получат и учебники, и рабочие тетради по основным предметам. Что же касается новых государственных образовательных стандартов, в регионе на них пока еще не перевели 9, 10 и 11 классы. Сделают это, соответственно, в ближайшие три года. Екатерина Карманова, Игорь Винничук. События. Брянск. Молодые депутаты Брянской области обменяются опытом с коллегами из Белоруссии. Проведение совместных акций, форумов и разработку законодательных инициатив обсудили на заседании Молодежного парламента региона. С соседями белорусами Молодежный парламент Брянской области сотрудничает давно. Наши ребята принимают активное участие в работе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Предложения молодых парламентариев Брянщины станут основой для инициатив и совместных проектов. Реализовывать их в ближайшее время намерены с коллегами из Гомельской и Могилевской областей. Сегодня время требует иных подходов. Во-первых, наука идет вперед, мир развивается быстрыми темпами. Поэтому вы должны понимать, что чтобы быть управленцами в это непростое время, надо себя готовить. Юные парламентарии взаимодействуют со старшими коллегами из областной думы и районных советов. Разрабатывают законодательные инициативы. Одна из них была озвучена на заседании. Запрет продажи подросткам электронных сигарет и вейпов. Молодые депутаты наметили планы по организации различных форумов и фестивалей. Одним из первых планируется провести фестиваль уличной культуры «Талантливая молодежь Брянщины». Елена Лыщицкая, Владимир Сидоров. События Брянск. Житель Климовского района на скутере перевозил саженцы конопли. Задержали нарушителя сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Скутер с саженцами направлялся к государственной границе. Документы на право нахождения в пограничной зоне преступник предъявлять не собирался. В результате преследования нарушитель был задержан. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 12 пластиковых контейнеров с саженцами растений, содержащими наркотические средства. За неповиновение законному распоряжению военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы, а также за нарушение пограничного режима в пограничной зоне, гражданин России был привлечен к административной ответственности. Сотрудники пограничного управления ФСБ сообщили о преступлении в отдел полиции Климовского района. 50 тонн лома черных и цветных металлов не смогли везти на территорию России из Беларуси. Пресекли его с контрабандой сотрудники пограничного управления областного ФСБ. 50 тонн – это данные за минувший месяц. Тогда попыток ввоза металлов было 5. Обстоятельства всех фактов схожи. Были остановлены машины с грузом лома черных и цветных металлов. У водителей на груз документов не было. В ходе разбирательства установлено, что водители следовали из Республики Беларусь без необходимых сопроводительных документов. Нарушители и транспортные средства с грузом переданы во взаимодействующие государственные органы. Только за 6 месяцев текущего года сотрудниками пограничного управления ФСБ России пресечено более 24 попыток незаконного ввоза на территорию России лома черного и цветных металлов. Общим весом более 100 тонн. Акция «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта» стартует в Брянске. Она посвящена 75-летию со дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Всем желающим предлагается поделиться копиями писем периода Великой Отечественной войны, сохранившимися в семейных архивах, рассказать об их отправителях и адресатах. По итогам проведения акции предполагается создание электронного архива фронтовых писем. Завершится акция выставкой 17 сентября этого года. Прием писем ведется до 1 сентября в Краевическом музее, куда их можно принести лично или можно прислать копии на электронную почту музея. Фольклорный коллектив «Околица» из Суземки принял участие в международном фестивале детского и юношеского творчества «Крым встречает таланты», который прошел в Судаке. Ансамбль исполнил купальскую обрядовую песню «Села Денисовка. Купала на Ивана». Ее ребята записали в этнографических экспедициях. Второе произведение – старинная русская народная песня «Ой, Сенюшка» в аккомпанементе народных музыкальных инструментов, большую часть из которых ребята сделали своими руками. В результате коллектив «Околица» занял первое место в номинации «Фольклорное творчество» и получил еще два специальных кубка – за лучший костюм и за лучший музыкальный номер. Народный фронт предлагает жителям Брянска выбрать бренд города. Опрос проводится в соцсети ВКонтакте. Кто-то при упоминании названия Брянска сразу воображает себе «Курган бессмертия», кому-то – «Милсвенский монастырь». Сколько жителей, столько и предпочтений. Но какой же символ наиболее популярен? Что действительно является настоящим брендом Брянска? Вот это и выяснится в ходе опроса. В списке претендентов также Александр Пересвет, «Брянский волк», «Партизан», «Памятник воинам-водителям», «Паровоз», «Кафедральный собор», «Чашин курган» и «Мортира». Итоги будут объявлены на масштабном граффити-фестивале, который приурочат ко дню города. 28 июля пройдет празднование Дня Крещения Руси. Во всех приходах Брянской епархии состоятся праздничные богослужения. Главной площадкой праздника станет Свято-Троицкий кафедральный собор. Службу возглавит митрополит Брянский Севский Александр. Мероприятие начнется в 9 утра. А в полдень на территории кафедрального собора состоится праздничный концерт. Для гостей будет работать полевая кухня и тематическая фотозона. Неуловимый ас-виртуоз пилотирования. Павел Камозин, сын земли Брянской. Дважды герой Советского Союза, который лично уничтожил 35 фашистских самолетов и транспортный авиалайнер с вражескими генералами на борту. В его честь 21 июля в Брянске пройдет традиционный воздушный праздник. Вместо дислогации аэродром «Бежица» Брянского авиационно-спортивного клуба «ДСААФ». Брянский аэроклуб «ДСААФ» носит имя своего прославленного ученика Павла Камозина. В 1934 году здесь он получил свою путевку в небо. Меткий и бесстрашный в боях он был грозой фашистов. Немецкое командование поручило матерому стервятнику графу расправиться с асом Камозиным. В первом же бою фашист потерпел поражение. В 11-й раз в честь прославленного земляка Павла Камозина состоится областной воздушный праздник. Гостей аэроклуба ждут выступления парашютистов, авиамоделистов, показательные полеты самолетов, планеров, а также экскурсионные полеты, соревнования спортсменов. На земле дух праздника поддержит концерт творческих коллективов Брянска. Начало в 11.00. В Брянской области продолжает действовать программа по переселению соотечественников. На Брянщине настратовала в 2014-м и призвана помочь нашим землякам, которые по разным причинам проживают в странах бывшего СНГ и вернутся на родину. В Глинском районе с 2014 года получили гражданство и работу уже более 30 человек. Наталья Власенко приехала из Сумской области, Украина. Здесь в Глине вышла замуж и стала мамой. Признается, программа переселения очень помогла. На гражданство я очень быстро сразу подала документы, считай, сразу после того, как получила по переселению. Это намного проще и быстрее, чем на вид на жительство, например, подать. Так что, если все будет нормально, вот уже летом будет у меня, дай бог, паспорт российский. Сейчас Наталья трудится на небольшом деревообрабатывающем предприятии. Делает поддоны от 50 штук в день, а еще управляется с циркулярной пилой. Я вообще как-то и на Украине работала с деревом, поэтому для меня это не особо тяжело. Мне лучше здесь где-нибудь в магазине, чем в магазине где-нибудь сидеть. Ничего плохого о ней сказать не могу, только хорошее. Работает хорошо, дисциплинированный работник. Только хорошее могу сказать. Из Украины приехала и Светлана Кожемяка, 15 лет назад. Когда узнала о программе переселения, тут же подала документы на участие. Быстрее гражданство получили, потом нам дали помощь подъемных. Я с дочкой тут и с сыном. Ну а потом из населения нам 5000 помощи дали. Так и тут и живем. Хозяйство завели. Крестьянско-фермерском хозяйстве Светлана сначала была простым работником. Сейчас мастер цеха. Раздает наряды, следит за подчиненными. Одним словом руководит. На данный момент 26 человек. Работают и уралисты, и трактористы, и настаночники. Разнорабочие. Должностью довольна. Ведь там, на родине, была разнорабочим на консервном заводе. Там закатывала, и в бригаде сапку их отдала. А тут команду есть. И дело знает, и добрым словом поддержит. Коллеги Светланой довольны. Хорошо работать с обязанностями. Знает все свои, нам руководит хорошо. Все и что. Все отлично. Вообще, в Мглинский район едут не только из Украины. Хотя таких переселенцев все же большинство. Те, кто в советские годы уезжал в Узбекистан, Казахстан, Молдову, сейчас возвращаются на родину. В центре занятости признаются, в последнее время переселенцев стало меньше. Я считаю, что это со стабилизацией, наверное, военных действий на Украине. Все-таки граждане немножко уже привыкли к такому настроению. Центр занятости населения оказывает поддержку практически каждому, кто принимает участие в программе переселения. В виде единовременного пособия и помощи в трудоустройстве. Государственную услугу по информированию на рынке труда, по подбору подходящих вакансий. Программа переселения соотечественников продлится на Брянщине до 2020 года. Екатерина Пормон, Игорь Винничук, События, Мглинский район. Крайняя южная географическая координата Брянской области, Севский район. Это часть огурка депутата Государственной думы Бориса Пайкина. По программе региональной недели парламентарий побывал на социальных объектах муниципального образования. Встреча в администрации Севского района уже третья за год. Пунктиром адреса, которым необходимо дополнительное внимание. По пожарной безопасности там лестницу переделывают. А так здание очень стареет. Детсад номер три, на самом деле объект номер один. Заморицы так негласно зовут этот район. Здание давно адаптировали под дошкольные учреждения. Оборудование здесь. Да, вот навес бы, конечно, хотелось. Видите, как бы так приспособлено на все, Борис Романович. Навес бы хороший. Борис Пакин решает помочь и площадкой, и новой мебелью. Удачно говорит, что приехал летом. Пока ремонт. Сразу можно обновить кабинки, навесы. А сюда завести тренажеры. До революции это здание было царским банком. Ему больше ста лет. Потом Дом культуры. И вот уже год, как оно на балансе спортшколы. Дюз Шубуревестник. Крыша у нас течет. Миллион сто семьдесят три тысячи крыши стоят. Это острый вопрос, чтобы здание сохранилось. Кто на такую смету на крышу? Мы приглашали троих подрядчиков. Это средняя цена, которая у нас есть. Депутат вникает в смету, в проектную документацию, в перспективы развития. Мы поможем с оборудованием этого зала. А для того, чтобы полноценное помещение, необходимо подготовить пакет документов. Пакет документов известен. Этот пакет собрать и от администрации области направить его в комитет по спорту. Постараемся решить вопрос, чтобы были выделены деньги на строительство спортивного объекта в Севске. Что занимаетесь, гармонисты, как же здорово, бояки. Здорово поете. Это же наш коллектив бабочки. В Доме культуры Севска масштабный ремонт прошел по федеральному партийному проекту. Тут чисто светло, новая одежда сцены. Но нет предела совершенству. Севчане просят новую аппаратуру. Во всех учреждениях мы в основном ездим, как всегда, по социальным объектам. Везде люди стараются. Везде видно, что максимально то, что можно сделать, делается. Причем делается с большой самоотдачей. И очень много делается своими руками. На этот музей уникальный Севский. Из областного бюджета еще выделено в этом году полмиллиона. Появятся витрины. Для этого иконостаса из рушников. В союзе с областной властью своим избирателем Борис Пайкин помогает своими силами. Во второй школе, самый большой в районе, появится спортивный комплекс. Через несколько секунд смотрите новости спорта, а также новости экономики и прогноз погоды. А наш выпуск на этом завершен. Всего самого доброго и до встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов, работа стилистов-парикмахеров, ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр. Будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка – все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива и это просто. На телеканале «Брянская губерния» время новостей спорта. В студии Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте. Европейский успех. Брянский дзюдоист Юрий Божа стал победителем Кубка Европы. Кубок Старого Света, который проходил в немецком городе Саар-Брюкене, собрал около полутысячи спортсменов из 31 страны. Наш земляк Юрий Божа выступал в весовой категории до 90 килограммов. В рамках турнира брянский дзюдоист провел 5 поединков. В 4-х Юрий одержал досрочные победы и лишь в одной уступил будущему победителю. В итоге воспитанник Игоря Михайлович завоевал бронзовую награду. Пока болельщики были увлечены чемпионатом мира, а брянские динамовцы готовились к сезону, как-то незаметно завершился первый круг чемпионата Брянской области по футболу. В завершающем матче которого действующий чемпион Пролетарий переиграл Сельцовский Сокол. На экваторе турнира таблица областного первенства выглядит следующим образом. Возглавляет ее кокинский учхоз-партизан. Следом расположились Пролетарий и отстающий уже на 10 очков от лидера Жуковский Зенит. В середине таблицы команды расположились плотной группой. В нижней части пока совсем плохи дела у Металлурга из Любахны и футбольного клуба Глинищева. И еще о футболе областном. Накануне стали известны пары четвертьфиналистов Кубка региона 2018. Трубчевск на своем поле примет клинцы. Мелькруп Гиту попробует обыграть Жуковский Зенит, а бежится за выход в полуфинал поспорить с Соколом. Наконец Суражский Пролетарий отправится в Брянск на встречу с Локомотивом. Все игры пройдут 1 августа в 18.00. Представители других игровых видов спорта пока только готовятся к сезону. Так брянские волейболистки узнали своих соперниц. В группе «Центр» чемпионата высшей лиги «Б» в грядущем чемпионате выступят 9 коллективов, среди которых и волейбольный клуб «Брянск». Состязания будут проводиться в два этапа – предварительный и финальный. На предварительном этапе команды будут играть по разъездному календарю. А это значит, что брянские зрители увидят как минимум 16 матчей своей команды, что в 4 раза больше, чем в прошлом году. В финальный этап выйдут команды, занявшие с первого по четвертые места. Соперниками «Брянска» станут «Череповецкая Северянка-2», волейбольные клубы «Рязань» и «Обнинск», «Илтмас» и «ЖГТУ», «Университет Визит» из «Пензы», «Тулица-2», «Питерская Гатченко» и «Самарская Искра-Амонд-2». Начало сезона запланировано на 15 сентября. Вне конкуренции брянские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту, который прошел в подмосковной Коломне. За медали боролись более 150 человек из 24 регионов России. Все шесть брянских спортсменов завоевали золотые награды в классах скоростных радиоуправляемых моделей и вошли в состав национальной сборной. Теперь наши судомоделисты представят Россию на мировом первенстве, которое пройдет в Венгрии. И последнее. В Тамбове завершилась спартакиада молодежи России до призывного возраста. На всероссийский финал приехало около 500 подростков из 49 регионов страны. Брянскую область на соревнованиях представляла победительница регионального этапа команда Карачевского района, а также спортсмены города Брянска и Гдядькова. Целую неделю сборные команды регионов соревновались в плавании, легкоатлетических дисциплинах, стрельбе, военной подготовке. Выявляли сильнейших в личном и командном зачетах, в яркой борьбе и сильнейшей конкуренции. Команда Брянской области заняла почетное десятое место. Это все новости спорта в данной минуте. Всего вам доброго и болейте за наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова